Привет, бойцы! С вами Воблер, это у нас игра Total Tank Simulator, демо-версия номер 4, с улучшенной графикой, новыми зимними картами и улучшенными воздушными боями. Сегодня мы вместе с вами рассмотрим в этой игре новые уровни, которые добавились с обновлением. Также хочу сказать, дорогие друзья, если вы еще не подписаны на канал Воблер, обязательно подписывайтесь, а также ставьте лайк, потому что лайк это круто. И не забывайте переходить на сайт разработчика игры Total Tank Simulator и регистрироваться, дабы в будущем получить демо-версию бесплатно. А мы сегодня вместе с вами будем, ребятки, рассматривать здесь уровни. Присаживайтесь поудобней и поехали. У нас всего лишь три уровня, но я думаю, что этого будет достаточно, дабы здесь повеселиться. И вот где мы находимся, Курск, Арили, да? Да? Наверное, какая-то Курская дуга, я, конечно, в истории не силен, но здесь тоже, походу, какие-то были битвы. Сейчас мы и посмотрим, с чем нам придется столкнуться. Итак, мы, получается, играем за СССР. Против нас Германия, против нас Тигры. Это у нас тоже легкие танки и штуги сзади, но я вам скажу, нехило. У нас есть 12 тысяч монет, которые мы должны использовать, дабы победить эту армию танков. И давайте посмотрим, что у нас есть в наличии. По танкам, в принципе, все. Тут тоже... Да у нас все есть в наличии, смотрите. То есть мы можем это все использовать. Итак, с чего же начать? Даже не знаю. Я бы такой, что бы бомбардировщиков поставил парочку. Ну вот они, бомберы. Пусть они... Это бомберы вообще? Или где это бомберы? По-моему, вот это бомберы. По углам, смотри. Раз. Бомбер. Здесь у нас бомбер. Потом здесь же поедут танки, причем нехилые такие. То есть надо что-то такое, дабы пострелять по ним. Да, давайте, наверное, Су-85 поставим целый ряд. Они все-таки довольно быстрые, ребята. И должны, по идее, исправиться. Будем надеяться, что сюда танки будут ехать очень долго. Также надо какие-то антитанк-пушки, да, которые будут защищать. Вот они, ребята, антитанк-пушки. Вот они на разной. Длине у нас остается 3000 монет. Блин, как-то маловато, если честно, согласитесь. Там против нас тигры будут. КВ стоит 900. Ну, не знаю. Давай, может, КВ-шку даже возьмем. Или бы даже, я бы бункер поставил вот этот. А, Катюша, подожди, у нас еще же Катюша есть. Ядрить-колотить. Мы можем поставить вот здесь вот Катюши. Две штучки. И даже с Катюши пострелять. У нас 1650 монет. Что такое поставить, дабы не прогадать. Даже не знаю. Давайте КВ-шек возьмем. А что, пусть КВ-шки едут. Типа, они такие будут танковать. Ага. КВ-шки приехали. Значит, возьмем БТ-7. Легкие такие танчики. А у них только танки. То бишь, у них нет ни самолетов, ни пушек. Ничего я не вижу. Ну, круто, конечно. Я вижу. Сразу все подсвечивается. Сразу ты можешь рассмотреть, где находится техника. Ну, блин, обновление прикольное, я вам скажу. Можно поставить здесь БТ. Пусть они там сзади где-то ездят. Я не знаю, что они будут делать. Возможно, будут на себя оттягивать вражеские войска. И поехали, ребята. Да начнется битва. Мы должны защитить нашу страну. СССР, вперед. Давайте, наверное, сядем все-таки, наверное, на бомбера, да? Ага. Сел на бомбера. Надо сейчас развернуться. Только развернуться таким образом, чтобы своего коллегу не уничтожить нечаянно. Я вижу, что Катюша уже начали стрелять. А, они в скалу бьют. Давай, давай. Ой-ой-ой. Выше, 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 выше. Фух, чуть в землю не залетел. Давай на штука сбросим. Попал на штука. Чуть себя не ранил, вы видели? Но 260 урона я нанес. Неплохо, бомбер. Отлично. Что у нас дальше? Смотри, у нас тут очень жарко, если честно. Эти тигры. Давайте мы, наверное, отключимся. Пусть летит он дальше. Вот наш СУ-85 сейчас работает. КВ-шка работает. Давайте за СУ-шку сядем. Или за КВ-шку. КВ-шка, по тигру бей. КВ, бей по тигру. А, давай, хотя бы по кому-нибудь бей, дружище. Ой, вот тигр. Ого, он нас прикончил. Вот гад. СУ-шку тоже сейчас вырубят. Ребята, не сладко нам здесь. Просто не сладко. Один тигр забаговал. Возможно, он в огороде застрял. А может... Я не знаю, что с ним произошло. Даже тяжело предсказать. И что... Ага, тут у нас Катюши. У нас бомберы и антитанк-пушки остались. Давайте за пушки сядем. Вроде бы как, возможно, победа должна быть на нашей стороне. Если я сейчас сяду быстро за антитанковую пушку и начну стрелять. Промазал. Хорошо. Куда он провалился? Под землей? Я его не вижу. Я не вижу тигров. Вдалеке едет что-то. Ах, немцы. Врете, не возьмете. СССР не победить. Давай, по крайней мере, здесь и сейчас. Не, вообще, да. СССР же победила. Согласитесь. Количеством, ребята, взяли. Не качеством танков, а количеством. Победа была на нашей стороне. Наши дедушки, бабушки воевали. А вот он. Вот черт. Он, видели? Как он спрятался? Он просто из-за холма выехал. Вдалеке вижу тигра. Вижу немецкий танк. Прицеливаюсь. Огонь. Попал. 260 хп. Вижу тигра. У него... Подождите. Как у него много брони? Попал. Он ремонтируется или что? Едет прямо на нас. Огонь. Отлично. Слушайте, антитанковые пушки. Они просто прекрасны. Где немцы? Вроде бы нас больше. Давай глянем. Где враги? Что, нету врагов? Даже Катюша поехала. Вот самолеты летят. Сейчас они приговорят тигра, который где-то собирает помидоры. Может он картошку копает. Непонятно, чем он занят. Может немцы вообще бросили танки и убежали. Вот. Пошел взрыв. Смотрите. Кстати, я заметил, что с этим обновлением бомбы у бомбардировщиков не выглядят как бомбы, а выглядят как какая-то летающая такая полоска. Вот в прошлом обновлении там, по-моему, бомба выглядит прям видно, что она летит такая прям кусок крупный. Здесь она слабозаметная. Может, конечно, в будущем как-то исправят, а может, конечно, так и оставят. Я же не знаю. Ладно, давайте следующий. Next, да? Следующий уровень. Отлично. Где мы сейчас находимся? Мы-ти Курск. А, чуть ниже. Это, получается, немцы сюда продвигаются? Или мы их... Ну, мы же здесь победили. Они не должны были сюда проехать. А, возможно, смотри. Вот здесь были немцы. Они же отсюда, вот так вот, через Украину, да, пришли сюда. Мы тут отбили, и сейчас мы их, как бы, гоним обратно туда, в Германию. Говорим, возвращайтесь к себе. Ладно, стартуем, ребята. Реально круто. Как же мне нравится здесь проходить. Ого! Ну, тут я вижу, что... Гитлер постарался. Есть один аэродром бомбардировщиков. Есть истребители. Есть пушки. Зенитка одна сохраняет аэродром. Это у нас что? Зенитка одна. Это... Я не знаю, это то ли антитанковые пушки, или что это за пушки вообще? Вы кто такие? Пушки вы кто? Либо это артиллерия. Тут у них есть тигры. Есть легкие, которые... Очень много легких танков. Которые будут вот это прячь, шнырять везде и захватывать наши точки. Как они поедут? Смотрите. Какие есть варианты? Ну, тут они по воде не поедут. Тут у нас есть скала. То есть они вот здесь вот встретятся. Можно сюда поставить бункер, да? А как они сюда поедут? Неизвестно. Это будет, конечно, зависеть от того, где мы поставим наши аэродромы. Но они будут здесь ехать. Поэтому, мне кажется, что стоит их встретить вот здесь на возвышенности. И может быть... А, 12 тысяч монет. Поставить даже бункер. Где у нас эти бункеры? Вот смотри. Вот здесь бункеры. Пусть будут... Опа! Вырубать. Смотри. Ну, конечно, тут могут и эти уработать. Бомберы сразу могут по бункерам... Они сюда тоже поедут через это ущелье, ребята. Давай мы где-то... Можно, конечно, вообще здесь заминировать. Смотрите. Прикольно-ка. Ну, я, если честно, не сильно люблю мины. Ага. Что взять? Бомберы или взять все-таки истребители, чтобы они захватили эти аэродромы? Давай возьмем... Попробуем. Мы же чисто так методом... Ты-ка возьмем истребители. Они сразу полетят захватывать аэродромы. Вот у нас есть истребители. Будем надеяться, что они будут захватывать. Хотя бы вот этот бомбовый захватить аэродром. Потом, да? Теперь нужно... Конечно, можно и артиллерию поставить. А, подожди. Ого! 4 тысячи монет осталось. У нас тут практически ничего-то и не осталось. Вообще понты, смотрите. Тут у них легкие. Может здесь поставить легкие танки, чтобы они быстро заехали и вырубили артиллерию. Чтобы они чисто прорвались. Давайте попробуем. А что нам? Наши БТ-7 поедут в атаку. Смотри, чисто БТ-7 такая армия. У-ху-ху-ху! В атаку! Но аэродромы кто-то же должен защищать. Давайте, наверное, поставим антитанк-пушку. Сколько это пушка? Она же стоит... Ёлки-палки! Да она стоит 500! Это... Не дешево! А надо сюда поставить, потому что вдруг бомберы будут лететь. Ещё и зенитку надо. Я забыл про зенитки. Вообще, я что-то... Я как-то в первый раз даже их и не ставил, да? Вот здесь вот зениточку. Которая будет немножко постреливать. И здесь, возможно, зениточку. А что у нас? У нас остаётся тысячу монет. А кто у нас... Интересно, кто у нас будет воевать? У нас бункеры чисто будут воевать. И бомбардировщики? Интересно. Вот это я тут настроил, если честно. А давай мы тут мины поставим. Вот здесь же ж поеду, да? Как-то. Мины. Почём они? По 50 монет? Давай влепим мин. Чисто будет минное поле. Я же не знаю, правда, куда поедут эти враги. Как они поедут? Через какую сторону? Ну, пусть будут тут у нас мины. Сделаем минное поле. Я, если честно, никогда не ставил минное поле. Всегда бывает первый раз, как говорится. Давай мы сюда. И ещё мина. Вот здесь, мне кажется, проход вообще чётенький. Итак, бункеры мы заминировали. А, подожди. А как мы будем артиллерию выносить? Если это артиллерия, она же по бункерам будет дамажить. Короче, много неизвестного. Может всё-таки поставить одну антитанк-пушку, а одну артиллерию? Как нам сделать лучше? А, хотя же, подожди, подожди. Давай артиллерию одну поставить. Артиллерия, кстати, дешёвая. Очень такая дешёвенькая. Тут артиллерия. Одна зенитка. Ну, может ещё одну взять зенитку? В принципе, с зенитки можно стрелять по танкам, по лёгким, насколько мы знаем, да? Ну, давай зениточку поставим. Где у нас зениточка? В авиации она находится. Вот здесь где-то. Вот тут вот. Пусть она тихонечко такая будет сзади постреливать. Гоп-стоп такая. Из-за посадки будет. Итак, ребята. Что мы должны сделать в первую очередь? Я даже не знаю, с чего сейчас начать стрелять. Может сразу сесть в артиллерию и начать вырубать по вражеской арте. Либо мы можем поехать сразу на лёгких танках и попытаться здесь их вынести. Ну, нам надо, мне кажется, главное зенитку вот эту вырубить. Ладно. Стартуем. Смотрите, что нам нужно сделать. Где у нас артиллерия? Вот здесь вот. Я сейчас сяду в артиллерию. Подожди! Ямины! Что? Ямины поставил место артиллерии? Вот это я гоню! Вот это я что-то замудрил жёсткое! Ладно, давайте посмотрим на сам бой. Я что-то там перепутал. Что тебе место артиллерии и мины поставил. Ну да ладно. Вот идут танки. Как раз тут наша ловушка. Да! Едьте сюда. Ну чётенько бункер исправляется со своей задачей. Смотрите. Вообще отлично! Вырубили! Куда немцы поехали? Это не было запланировано. Они должны были ехать сюда в ущелье. Мины! Ах, давай, жарь огном! Жарь огнём! Панзер 2 сгорел! Отлично! Горите! Ещё! Поджигай его! Ну там тигр мощный! Смотри! Тигры могут уработать бункер, ребята! Почему наши истребители никак не могут ничего сделать? А почему они ничего не делают? Они же по идее должны были захватывать как бы здесь что-то, да? Может стоило вообще не истребители поставить, а бомбардировщики? Наши истребители... О, вот-вот! Прорвались наши лёгкие танки, на которые я ставил. То есть они должны были сюда добраться. Ого! Как жёстко по лёгким танкам дамажат! Смотри! Их просто выносят! Слушайте, мне кажется, что пахнет здесь сливом. И почему вражеский истребитель уже садится на нашу... На наш аэродром? А наш никуда... А, бомбер! Да! Бомберы взлетели! Ого-го! Вот красотулечки! Я... Я сажусь за бомбера. Так, где эти? Где эти? Огонь! Истребителя сносим! Выше, выше! Так, кого надо вырубить? Мне кажется, надо тигра выносить. Потому что тигры очень жёсткие ребята. Ой-ёй-ёй. Приблизительно. Огонь! По идее, должен попасть по тигру, ребята. Меня подбили! Сос! Кто это сбил мой... Подожди, кто сбил мой самолёт? Ага! Тут всё-таки наши смогли отвоевать аэродром, красавцы! Остался один бункер. Так же у нас есть ещё минное поле. Что у нас сзади? На жизнь! Молодцы! Ну вообще, красавчики-истребители. Они делают то, что я и хотел. Смотри. Надо пушку вырубить. Вот эта пушка, она просто мешает нам. Как её снеси? Надо, мне кажется, больше как-то... Сделать... Круг... И чтобы вырубить. И даже... И вот ещё есть. Смотри, что у нас есть. Кто меня... А, мы столкнулись! Ё-моё! Ну я вообще, лётчик, я вам скажу. Как вырубить именно вот этот... Что это такое у нас? Это зенитка. Она стреляет? Она... Нет, она не стреляет. Вот эта пушка, она бьёт антитанк. Истребитель по ней работает! Истребитель бьёт по... По пушке? Ну красавчик! А ну давай, сейчас я сяду на истребителя. Это бомбер? Снова сел на бомбера, хотел на истребителя. Ладно, а что у нас с танками? К нам, по-моему, что-то жирное подкрадывается. Огонь! Э! Это я так сделал? А если сейчас врезаться? Врезаться во что-то? Можно в пушку врезаться. Слушайте. Можно в танк. Всё равно бомбер новый появится. А почему они сюда хитрые не едут? Они потихонечку воюют. Ах, вы хитрюги такие. Что у них там с пушками? Давай глянем. Наши бомберы просто разнесли зенитку. Там озеро. Сейчас, сейчас я тебя... Сейчас я приговорю антитанк-пушка. Давай! Ну? Да! Просто отлично уработали. Вы посмотрите. Нету пушечки. А дети тут почему-то крут. Тигр хитрый. Он не хочет подъезжать через минное поле. Ладно, хитрый тигр. Ты вот какой. Хорошо. Сейчас мы сядем на бомбардировщика. Вот он. Кстати, у нас аэродром горит. Давай у нас. Давай, давай. Огонь! Я должен, по идее, попасть. 949! Вот это я дал жару! Вы видели? Я просто прирожденный пилот. Я летчик, ребята. Летчик-наводчик. Видели, сколько я выбил? Просто отлично. Один тигр остался. Я думаю, что мы его сможем уработать. Сейчас я сделаю еще один круг. И сброшу на него свою последнюю бомбу. Ну? Если, конечно же, наши его раньше не смогут уработать. Ну, мне понравилось. Слушайте, 949 хп я вырубил с одного выстрела. Вот это я дал жару. Так, 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 так. Огонь! Вот, пошла, пошла бомба! Да! Я приговорил последнего тигра! Я его просто размотал. Я его, ребята, на кусочки разбил. Видели? От него только угольки остались. Смотрите, что это наш за самолет? Он такой, фу, говорит, война закончилась! Ура! Итак, дорогие друзья, мы вместе с вами за этот ролик смогли пройти два уровня. С первого раза, да. Ну, это нелегко, конечно же. Но мы смогли. И игра реально крутая. Total Tank Simulator. В следующей серии мы уже завершим кампанию за уровни, точнее, за СССР. И начнем за американцев или немцев. Можете написать в комментариях, за кого будем начинать следующие, американцы или немцы. А с вами был Воблер. Хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом. А также оставайтесь на канале Воблер. И отдыхайте. Удачи и пока. Субтитры создавал DimaTorzok